В Твери обсудили поправки, необходимые для внесения в закон об ответственном отношении с животными. Напомним, его приняли в конце 2018 года, но реализация документа в России начинается постепенно. Часть поправок уже действует. Но к началу полного комплекса закона в Твери не готова. В чем причина и какие поправки необходимы, выяснила Мария Шалованова. Принятие закона об ответственном обращении с животными зоозащитники добивались десятилетиями. И вот, когда он был принят, общество к нему оказалось не готово. Большинство из норм, которые прописаны в документе, на территории Твери неосуществимы. Например, в городе нет ни одного муниципального приюта, который должен стать точкой контроля популяции бездомных животных. Непосредственно нужен приют. Приют нужен муниципальный в городе. Это одна из проблем. Потому что много животных на улицах безнадзорных находится. И граждане, естественно, более, так скажем, недовольны большим количеством животных в целом. Ну и, конечно, нужен закон СВВ. Это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитания. Пока нет приюта, говорить об отлове животных рано. Хотя и в этом есть свои трудности. В Тверском регионе не действует система СВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Без нее все отловленные животные должны быть доставлены в пока несуществующий приют. При этом, некоторая доля из них должна быть умершвлена. В законе не сказано, какие именно животные должны быть офтанизированы. Поэтому закон снова поставил общественников и политиков в тупик. Закон несовершенен. Конечно, это новое дело в нашей стране. И, разумеется, мы здесь натыкались и будем натыкаться еще на массу недоработок. Но вот именно это и стало предметом и целью обсуждения сегодня. Как раз идет поиск решений в тех сложных местах, в тех сложных моментах, которые этот закон еще не до конца отрегулировал. На встрече также обсуждались и недочеты нормативного документа. Так, вопросы снова вызвал отлов. В законе не сказано о том, как и кто будет рассчитывать дозу препарата для временного введения животного в сонное состояние. Ведь это зависит не только от пола, возраста и массы, но даже от времени года. При неправильном расчете служба отлова может и не довести собаку или кошку до приюта. Несмотря на то, что новый закон предполагает гуманизировать отношения между людьми и животными, пока общество делает лишь первый шаг на пути к этому. Закон уже принят, а граждане не торопятся его исполнять. Хотя именно непринятие людьми нормы и правил по отношению к четвероногим и отдаляет нашу страну от развитых государств. Ведь там уже сотни лет люди и звери живут во взаимопонимании и уважении друг к другу.